Есть разница между кост на воде и сухой кост? Вот когда человек постится, то он засасывает в себя энергию солнца. Вот в буквальном смысле слова. Жизнерадостность засасывает в себя. А когда человек не кушает, то ему, у него портится настроение, хочется жрать и всем перегрыть глотку. Почему портится настроение, когда ты не ешь? Потому что у тебя не хватает энергии солнца и ты не можешь его засасывать сам. Для этого нужно включить, организм переключить на солнечное питание. И это происходит с помощью интервального питания. То есть человек поел в обед, в следующий раз утром. Промежуток 16 часов. И вечером хочется загрызть не только холодильник, а всех. Даже любимую собачку. Но ты пьешь воду, потому что значит иначе ты помрешь просто, не будешь жить. То есть каждый день в обед поел, в следующий раз в утром. И так 5, 6, 7 дней, 8 хочется сильно кушать. На 9-й день, 10-й обычно спад идет, желание кушать вечером. На 11-й, 12-й ты обнаруживаешь, что ты не хочешь вечером кушать совсем. И у тебя сильно повышается настроение и начинаешь ржать. До вечера. Да, вот так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ржать, ржать. Не жрать, а ржать начинаешь. Запомнили? Не перепутайте. Вот, если ржать начал, значит у тебя началось солнечное питание. И значит можешь теперь уже поститься по 24 часа уже. 24 часа можно поститься раз в неделю. То есть 12 часов каждый день можно поститься. 24 часа раз в неделю, 36 часов. Раз в две недели, 48 часов. Раз в три недели и 60 часов раз в месяц. Это можно ли суставы вылечить? Можно ли вылечить? Все. Это значит после слозы, когда у вас нет, а если она с головой вылечит? Отлично, значит у вас блоки на третьем слое. А если есть параллельное композиционное выливание алкоголы с ЖКД? Отлично, значит можно все вылечить. Вы меня не напугаетесь. А если он пробил блок, он остается или нет? Остается. То есть сам по себе процесс очищения блоков похож на то, как мы очищаем от сковородки наросты вот эти вот грязи. Ну то есть ты чистишь и он становится меньше, но все равно остается чистишь, чистишь. Он меньше, 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 меньше. И потом раз и совсем пропал. Но все равно потом будет опять после приготовления пищи опять потихоньку нарастать. И опять надо чистить. Ну то есть другими словами, надо чистить организм всю жизнь, но блоки именно, они прочистившись уже очень медленно нарастают. То есть мы годами копили, понимаете? То есть они не будут потом. Ты когда хорошо прочистился, ты уже можешь нормально жить. У тебя копится, но ты как бы если по графику все чистишь, то у тебя вообще никаких болезней, ничего там, не глючит тебя, отлично все. Вот я, например, экспериментировал бегать, когда сильный мороз, снег идет и ветер. Я бегу, все тело сковывает, потому что перегрузка идет, экстрим. И я не заболеваю, потому что все каналы чистые, я просто крепче становлюсь от этого и все. Можно вопрос, допустим, сказали, если бежишь, коленка, допустим, заболела, надо... Медленнее бежать и лети пешком. Да, потом она успокоилась, опять начинаешь бежать, опять начинает болеть. Это что значит? Надо сходить или уже не бежать? Это значит, ты еще не до конца пробил. То есть он вообще должен перестать болеть? Даже если потом побежишь, снова перед ним будет уже болеть. Да, если у тебя болит дальше, ноет, это значит, у тебя пошло обострение уже. И надо просто продолжать движение до тех пор, пока оно не пройдет. А если ты перестал... Усиливается болеть, усиливается. Да, вот если усиливается, значит, тебе, ты все делаешь неправильно. А чтобы делать правильно, сейчас надо меня послушать. Расскажите, пожалуйста, за связанную подвижность, поняние, как часто делать? Все, сейчас скажу. Я сейчас методологию вам буду описывать, как все делать. Первое, что вы должны понять. В организме энергия знания портится быстрее всего и восстанавливается быстрее всего. В целом у организма за три дня копится статическое напряжение или энергия знания. Поэтому надо неподвижное положение тела делать раз в три дня минимум, а можно хоть каждый день. Но если человек не тренированный, то раз в три дня, а если тренированный, то каждый день. Надо понять такое правило, что статическое напряжение является проклятием для человека, потому что оно не дает лечить ничего. И статическое напряжение, если у человека есть, оно вызывает жар во время аскез. Вот, допустим, человек бежит, если идет, и у него сильное статическое напряжение. Он до блока этого статического напряжения доходит, и он дальше бежать идти не может, потому что у него сильно повышается пульс. Ему плохо становится, у него воспаляется коленка, и все, и оно уже никогда не пройдет, потому что этот блок, он динамическим способом пробить не может. Это статический блок, понимаете? То есть его надо статикой пробивать, а не динамикой. А если он у тебя большой в организме, ты бегаешь, а статику не пробил, значит ты проклят. Ты не можешь дальше бегать, лечиться, тебе только хуже будет. Поэтому правило такое, сначала убираем статическое напряжение. То есть сначала не двигаемся, а потом двигаемся. Если ты начал сначала бегать, а статику не пробил, значит будешь потом болеть, мучиться будешь. То есть сразу не помрешь. А сколько статику сначала нужно? Сейчас все узнаем. Потом дальше, когда статику прочистили, нужно прочищать динамику. Потому что когда человек постится, ему и статические блоки мешают поститься, и динамические. Если у человека статический блок, то человеку хочется жрать сильно на этом блоке. Вот допустим, ты 12 часов пропастился, а у тебя статический блок, допустим, на втором слое. Это значит, с 12 до 24 часов ты сильно захочешь жрать в какой-то момент. И ты подумаешь, что наверное уже мне питательных веществ не хватает. Нет, это просто статический блок. А когда ты до динамического блока во время поста зашел, то у тебя начало все крутить, спазмы такие. И ты не можешь поститься, потому что у тебя все крючат, корчат, и спазмы идут внутри. Пожрать быстрее, иначе плохо. Но если ты пробил статику и динамику, то тогда ты постишься, и тебя не корчит. Все нормально. И жрать не хочется. Классно? Отлично, Олег Геннадьевич. Теперь, вот смотрите, вы начали статику прочищать, и чувствуете, стоять не можете, сидеть в бабочке не можете, в алмазе не можете, больше там 15 минут. И у вас по нарастающей все тяжелее и тяжелее, никаких блоков, просто все хуже и хуже и хуже и хуже становится. Это значит, что у вас в целом в организме, и а так у вас у всех будет 100%, сильно накопилось статическое напряжение вообще во всем теле. И вы все дерганы, и раздражительны, и все хреново. Поэтому сначала мы начинаем с воды. То есть вода что делает? Она убирает общее статическое напряжение в организме. И чем холоднее вода, тем она чистит жестче, сильнее и быстрее. Например, пять слоев прочищаются в проруби за пять с половиной минут. Вообще время, экономия колоссальна. То есть зашел в прорубь, пять с половиной минут, и отстрелялся, и все, и отлично. Вообще без проблем. Ну а если как бы у тебя слишком сильные статические блоки, то ты потом из проруби уже не выйдешь. Как встал там, так и остался. Стоять навсегда. Понятно? Поэтому начинаем с 28 градусов. Потому что 30 градусов уже статическое напряжение не чистит. Это уже теплая вода. Чистит только прохладная вода. 28 это еще прохладная, 30 уже теплая. Поэтому делаем 28 градусов. И лежим в ванне. Можно желать всем счастья. Можно молиться. Можно читать книжку хорошую. Потому что если у вас не будет хорошего настроения, то вы не будете прочищать слои, а будете их пачкать наоборот, засорять. То есть, мертвые не потеют, нельзя смотреть в ванной, когда лежишь, чистишь слои. Понятно? А статическое напряжение, если снято, определяет. Если час, час и пять минут смог постоять, значит, ты уже можно динамически начинать. Да, да, да. Вот смотрите, я все скажу, не волнуйтесь. Я не забуду. Бандерлогии. Смотрите сюда. Помните этот фильм? Обезьянок загипнотизировал. Вот. Я тоже хочу, чтобы вы успокоились и меня слушали сейчас. Вот. Итак. Да. Итак. Мы ложимся в ванну 28 градусов и лежим там 70 минут. Йо-моё. Йо-моё. Вот. Ну, тогда ложитесь, если хотите, можете 15 градусов пролежать 25 минут. Нет проблем. Проточного где лежать? Не-не, в стоячий. В стоячий. В стоячий. Можно, да, чуть-чуть. Пускай будет проточное, все равно будет чиститься. Можете в бассейне плавать 20-70 минут. Нет проблем. А с травмами? С травмами не надо. Вот, смотрите. Слушайте меня внимательно. На сайте танцанов.ру есть раздел материалы. Там не спускаешься. Время расчета аскез. Заходишь, там есть человечек в воде. Вам надо градусик купить водяной. И, допустим, времени нету. Но тогда должно быть у вас более-менее нормальное здоровье. Вы делаете, допустим, температуру просто комнатную, 22 градуса. Значит, будете лежать 40 минут. Если делаете 15 градусов, уже там примерно 25. Ну, посмотрите в программе. Там в программу вводите температуру воды. И вам покажут, сколько на 5 слоев нужно. Там поиграетесь немножко, подвигайте. И посмотрите, сколько на 5 слоев времени нужно лежать в этой температуре. Все. А если сейчас отлично лежит? А? Если статично лежит? Нет, вода чистит человека по-любому. Хоть он двигается, хоть лежит. Понятно? Только не спрашивайте, можно ли лежать больше, чем по шее. Можно, но тогда ты не сможешь дышать. Если с трубочкой, то можно даже с головой. Вот так? И вот так? Нет, прям по шее надо. Чем больше глубже, тем больше чистка идет. Значит, плавает с головой, да? Нет, зачем? Просто стоишь. Я же говорю, не спрашивайте меня. Такие вопросы не задавайте. Вот по шее достаточно, по грудь. Вот. Теперь смотрите. Очень важно понять, что примерно 3 недели в 28 градусах надо лежать или плавать в бассейне раз в 3 дня. Где-то раз в 3-4 дня. Чтобы вы общий тонус статического напряжения сняли себе. И вы тогда уже можете стоять дольше. Без перенапряжения. Стоять или сидеть на коленях. То есть у каждого человека в одном положении будет тяжелее, а в другом легче. Попробуйте все. Попробуйте в бабочку сесть, в алмаз. Попробуйте в полулотос. Попробуйте постоять. Попробуйте постоять на коленях. На коленях тоже за 13 минут все эти упражнения. Чистят за 13 минут. Выберите какое-то одно из них. Теперь я вам даю очень важные практические рекомендации, чтобы вы не пошли на работу с разбитым носом. Когда человек стоит, не двигается, то когда он доходит до статического блока, он может быть настолько плотным, этот блок, что вы в течение минуты так перегреетесь, что упадете в оморок, даже не заметив, как это произошло. И таких у нас случаев вот так. Даже когда у нас идет ретрит, люди так и падают. Вот. Просто вырубают сознание на блоки и все. Поэтому надо, вот чувствуйте, чуть-чуть тяжеловато стало, так чуть-чуть что-то закрутилось, закрутилось, сразу к стеночке раз, прижались и ноги чуть отодвинули. Во-первых, когда вы прижали стеночки, статическая аскеза становится слабее, и энергия сквозь блок проходит мягче, его можно так прочистить. А потом от стеночки отодвинулись, когда легче стали, значит вы уже прошли блок. И дальше будет легче уже. Когда вы, допустим, сидите в бабочке, в позе бабочки, то можно приподняться на руках чуть-чуть, ослабить аскезу, или опереться на стеночку, и тогда вам легче будет уже сидеть. Сможете переждать блок. Когда вы в алмазе сидите, то можно вперед или на коленях, можно как собачка на руке опереться и подождать чуть-чуть, и опять назад в эту аскезу. Но не надо менять положение тела. Если вы из одного положения в другое перешли, то опять чистка заново начинается. Оставайтесь в том же положении тела. Теперь как лучше всего делать? Вот вы, допустим, 13 минут сделали, это один слой. Дальше надо настраиваться на 26. Не надо там на 20 останавливаться, потому что блоки обычно редко пересекают слои. Они обычно внутри слоев находятся. И всегда выходите из аскезы, когда вам стало легче. Вот, допустим, 26 минут прошло, но вам очень как-то плохо. Значит, у вас блок между слоями. Значит, надо чуть подождать, легче стало. И чувствовать, что уже не можете дальше, заканчивать. Есть два состояния, когда человек делает аскезу. Первое состояние. Он стоит, допустим, у него хуже стало, потом раз, легче стало. Значит, там блок. А если все время становится все хуже, хуже и хуже и хуже, это значит, его энергетики в организме не хватает, чтобы так долго делать эту аскезу. То есть, каналы слабые. Это значит, посмотрите, докуда вы можете. И делайте, допустим, по полчаса, раз там в два дня или каждый день. Через две недели вы сможете уже 35 минут сделать, потом через две недели 40. Впереди вся жизнь. Торопиться некуда. Доходите до 65 минут, можете делать какое-то упражнение. Все, ваша удача. Вы, значит, начинаете полностью все психическое тело чистить в статике. Теперь, как определить, какое положение для вас самое главное? То, в котором вообще невозможно находиться. Если, допустим, в алмазе не можете сидеть, значит, алмаз и вылечит все блоки. Но туда пока не лезьте. Если легче всего стоять, стойте. Легче всего в бабочке сидеть, сидите в бабочке. Понятно? Теперь дам еще немножко знания такого крутого, которое вообще просто вам классно будет. Вот. Если человек стоит неподвижно, то он вырабатывает терпение. Например, начальника терпеть не можешь? Материться. Ты стоишь неподвижно 65 минут. И тебе пофиг. Нет, не переначальник дома. Тебе этот начальник пофиг потом. Он матерится, а тебе все равно. А нам все равно. Ну, то есть начальник не мешает. На коленях, если стоишь, то ты принимаешь. Принятие наступает. Допустим, не можешь жену принять. Она такая. И думаю, блин, как это вообще можно? Можно принять. На коленях. На коленях стоишь 65 минут. У меня один друг, он не мог жену принимать. Вообще не переваривал. Как можно терпеть такое поведение вообще? Я говорю, на коленях. Хочешь остаться с женой? Хочу. Люблю. На коленях. И он начал на коленях молиться. Встречая через два месяца, он говорит, у меня вообще отлично. Все на коленях. Всем советуют на коленях молиться, потому что теперь он жену принимает. Вообще не без проблем. Реальный случай. То есть на коленях человек уже не раздражается от другого. Принимает. В позе алмаза, когда ниже опустился, у человека судьба продавливается. Например, к тебе должны проверка прийти, проверяющие прийти. Тебя от этого колбаса, значит, у тебя по статическому блоку идет. Несправедливость такая. Почему ко мне? У них вообще проверок нет. А почему ко мне? Вот значит, поза алмаза. Садишься и проверка до тебя не доходит. Забыли? Не могут вспомнить. Куда дальше? Нет, серьезно говорю. Я вам конкретный случай рассказываю. Человек в позе алмаза сидит. Судьба не может его схватить, потому что он ее выдавливает. Или, допустим, близкого человека в тюрьму хотят посадить. И у него сейчас следствие идет. А вы в позе алмаза. 65 минут. На все 5 слоев. И его что-то не могут никак посадить. И потом выпускают. Не получилось. Понимаете? Поза бабочки дает спокойствие, доброту человеку. Становится добрым. Она лечит бесплодие женское и мужское бесплодие. У женщин проходят боли, месячных боли проходят. А у мужчин, мужчины перестают бросаться на женщин. У них мягко, энергетика идет мягко. Они ведут себя по отношению к женщине по-доброму. Насилие не совершают. То есть, понятно? То есть, поза бабочки, она вот эту энергию нормально движет. Если хочешь голову лечить, стой. Хочешь позвоночник лечить, стой. Или сиди в алмазе. Хочешь по-женски лечиться, по-мужски, сиди в бабочке. Вот, хочешь увеличить концентрацию внимания, память на боге, тогда лотос или полулотос. Это для внимания, для памяти. Понятно? Со статикой разобрались? Статические упражнения делать, сколько бы вы ни делали, не реже, чем раз в три дня. Можете делать хоть каждый день, перегрузки не будет. Статику можно делать хоть каждый день. В ванной не надо каждый день лежать, раз в три дня, максимум по 60-70 минут. Можно перед сном делать в ванну. Например, всегда статика копится к вечеру у человека, поэтому он и жрет. Вообще, когда человек хочет сладенького по вечерам, и у него отодвигается засыпание, значит, у него копится статическое напряжение. Он не может заснуть вовремя, и хочется сладенького. Значит, статическое напряжение. И убирать это можно с помощью теплой, ну как прохладной ванны. 28 градусов. Не надо делать сильно холодную по вечерам, чтобы заснуть. 28 градусов. Полежал, допустим, где у тебя там блок? Ну, скорее всего, на втором, третьем слое. Там, ну, если 14 минут, один слой. 28 минут, два слоя там. Стоять лучше утром или вечером? Утром больше сил, может, больше возможности расходить? Да, лучше лечиться, всегда очиститься лучше утром. Как солнце до 12 часов идет, идет лечение. Солнце всегда дает лечение. До 12 часов оно движется, оно дает лечение организму. Но лежать в ванне можно и вечером. Потому что вечером общее статическое напряжение снимается водой. Общее. Ты накопил за день, все снялось. И тебе жрать не хочется на ночь, ложишься вовремя. Классно же? Вот, теперь мы статику сняли. Да, вот смотрите, правило такое. 13 минут можешь стоять, значит, можешь ходить 48 минут. На один слой. На один слой стоять начал, ходи на один слой. Два слоя можешь стоять, ходи на два слоя. Если стоишь на два слоя, пошел на три, организм, повредишь организм. На четыре слоя можешь стоять, ходи на четыре слоя. На пять слоев можешь стоять, можешь ходить на пять слоев. Правда. А? Не больше, да, не больше. А можно периодичность посещения 5-минутной проводы, какая должна быть? Раз в неделю. Потому что там очень сильно возбуждаются каналы. И после проруби, если ты пять с половиной минут там стоишь, всегда нужно заканчивать теплой ванной или горячим душем. Потому что иначе будет дисбаланс в организме. Нужно... Ты, когда в прорубь зашел, каналы очень сильно возбуждаются. И потом их надо успокоить обязательно. То же самое после пробежки. Лучше всего ложиться в воду. Или прохладную, или теплую после пробежки. Если ты зимой бегаешь, в теплую ложись. Если летом, в прохладную. Нет, там после проруби бегать идет. Нет, после проруби бегать не надо. Надо пробежался, потом в прорубь и до свидос. То есть всегда заканчиваем водой. Если ты находишься в жарком Чунгачанге, и тебе вот жарко на улице, солнце яркое светит. Можешь на пару слоев постоять сначала в море. Потом пробежаться и заканчивай опять морем. Потому что всегда надо, чтобы ты был охлажден. Охлажденный человек, значит здоровый. А если ты бежишь, допустим, на улице летом, ты заканчиваешь водой. А если ты бежишь зимой, в прорубь не надо лезть, потому что это опасно. Если ты бежишь зимой, при минусе сильном. После пробежки не надо в прорубь. И до пробежки тем более не надо в прорубь. Потому что у тебя тело будет сковано. Когда ты побежишь после проруби, это будет опасно уже. Но у меня, когда ребята чистятся, уже по году, по два, у них чистый организм. Они пробежались на 5 слоев и потом еще в прорубь на 5 слоев. И у них никаких проблем не будет. Потому что они тренированы. Значит пробежались на 5 слоев, прорубь на 5 слоев и отлично. А потом под горячую воду, когда домой придете. То есть категоринамика должна быть в один день, да? Нет, это только для тренированных людей. Можно вообще все три аскезы делать в один день. Вот я допустим потренировался и в Израиле еду на Мертвое море. На Мертвом море соленая вода чистит и статику, и динамику одновременно. Динамика чистится медленнее, а статика быстрее. И я за два с половиной часа по два круга статику прочищаю. Один круг динамику. И скорость чистки динамики одновременно скорость чистки солнца. Поэтому солнце меня на 5 слоев прочистило. Я два с половиной часа пролежал в Мертвом море. Вот так вот. Никому не рекомендую, потому что это опасно. Можно там остаться рыбкой. Если у тебя там соленая вода, может на солнце давление поднять. Но у меня организм чистый. Я два с половиной часа пролежал. У меня солнце на 5 слоев, динамикой на 5 слоев и статикой на 5 слоев. И я зато Мертвое море как такое ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вообще просто у меня как заново родился. Поэтому там и вылечиваются все. Что там все три вида блоков сразу чистятся одновременно. Понятно? Мои хорошие, давайте вот вы многие вещи я не скажу из-за того, что вы мне мешаете. Я потому что хочу очень важные для людей вещи сказать из-за того, что вы мне дайте возможность такую. Потом статику прочистили, идет динамика. Динамика уже ты не можешь каждый день по 4 часа чиститься. То есть 48 минут каждый день можешь чиститься. 1 час 36 раз в 2 дня ходить или бегать. 2 часа 40 минут, то есть на 3 слоя раз в 3 дня. На 4 слоя раз в 4 дня. На 5 слоев раз в 5 дней. То есть 4 часа можешь ходить не чаще, чем раз в 5-6 дней. Теперь чем отличается ходьба от бега? Бег это включение резервных возможностей организма. Вот например, если ты идешь, ты просто мягко чистишь блоки. А если ты хочешь рассасывать опухоль, надо бегать. Теперь, допустим, у вас опухоль, допустим, печени, да? Опухоль печени. Четвертый слой. А ты до 4 слоя добежать не можешь. У тебя нет сил. Тогда есть хороший метод. То есть ты идешь на 3 слоя. Идешь 2 часа 40 минут. А потом на 1 слой бежишь. В конце. И пробиваешь 4 слой. Понятно? Классно? И у тебя начинает рассасываться опухоль. А так она не будет рассасываться при ходьбе. Она только при беге будет рассасываться. Ну, сколько бежать там? Если ты бежишь медленно, полчаса где-то. И слой прочищается. Надо по графику посмотреть. Посмотрел по часам по своим. И для себя определил. Значит, движемся дальше, мои хорошие. Вот теперь смотрите. Вы, допустим, начали статику. Начали динамику. У вас что-то заныло. Это не острая боль. Тупая такая спокойная боль. Что бы это ни было. Это идет лечение. Не бойтесь. Запомните, самая главная проблема для всех, кто по этой методике начинает оздоровление. Это кризис. Называется кризис. Кризис мышления. Ну, в это время, конечно, надо сходить к врачу. Он вам обязательно скажет, что этого ни в коем случае не надо делать. Это фанатизм. А если к астрологу он скажет вам или к психологу, то еще что-нибудь еще добавит. Поэтому никому не ходите. Вот, допустим, вы начали ходить. И у вас заныло колено. Сколько оно будет ныть? Три, четыре, пять месяцев. Потом оно пройдет. И больше ныть не будет. Но будет ныть другое колено потом. Потому что организм обязательно все по очереди лечит. Я на себе это проверил. Я начал бегать. У меня сначала правое колено. Четыре месяца болело. Потом правый тазобедренный сустав. Хотя никогда в жизни я его не чувствовал. Потом левый тазобедренный сустав. Потом левое колено. Потом оба голеностопа. Потом два года ныл позвоночник по одному позвонку. Сначала весь ныл. А потом я смотрю. Один позвонок посередине. Я вообще думал, наверное, я его стираю. Потому что все говорили. Я уже бояться начал. Потому что, ну, месяц, два, три, четыре, пять. А я же летаю на самолете. У меня вся вибрация в поясницу идет. У меня там уже болезни накопились. Прошло полтора года. Я бегаю. Позвоночник во время бега ноет. После бега ноет. Я такой, блин, наверное, это все не работает. И знаете, что произошло? В какой-то момент боль разделилась. Она вверх пошла и вниз. А посередине один позвоночек уже не болит. Я думаю, опа-на. И потом разделение больше, 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 больше. Потом все внизу пролечилось. Потом проболели кости таза. Кости никогда не болели. У меня кости вообще в жизни. Таза особенно. Я даже не знал, что это такое вообще. Они проболели. Сверху позвоночник проболел. До свидания. Сейчас бегаю, как конь. Ничего не болит вообще. Все стерлось. Итак, мои хорошие. Кризис заключается в том, что человек не может принять это мышление, лечение этих обострений. У нас, мы напуганы врачами. Нам кажется, что это плохо. Когда ноет печень, кажется, что она больная. Человек пугается, боится. Начинает бегать по врачам. Не может дать долечиться печени. Заболело, еще что-то заныло. Жди. Пройдет несколько месяцев, пройдет и никогда больше не будет болеть. Все отлично. Следующий будет орган лечиться. И так каждый все пролечится. Особенно, если вам уже возраст. Пролечиваться будет все. Потому что вы ничего не лечили в своей жизни. Теперь дальше поехали. Вот ты уже, допустим, на три слоя стоишь, на три слоя ходишь. Теперь можешь на три слоя поститься. Сначала, как мы уже сказали, интервальное питание. Включил, себе включил. Солнечное питание. Можешь дальше поститься. Понятно? Если плохое настроение при посте, надо, значит... Это блок. Это блок. Плохое настроение при посте, это блок. Если круги при посте сосет, значит, ты не проработал статику, динамику. Это значит, тебе надо выходить из поста и назад возвращаться, прорабатывать статику, динамику. А если у тебя при посте плохое настроение испортилось, вот у тебя было хорошее, хорошее, оп, и плохое стало. Там блок. Прям сильно плохое хочешь всех порвать, плохо. Значит, там блок. Чуть подожди и станет хорошее. Блок проходит и все, можешь выходить из поста. Вот когда в статике надо молиться, надо желать всем счастья, молиться, потому что в статике сочетается с молитвой, с победной судьбой. Когда динамика, надо слушать лекции, желать всем счастья. Можно слушать музыку какую-то хорошую, лекции. Ну, то есть, нужно, чтобы в голове что-то крутилось. Когда молишься, надо, когда статика, надо сосредоточиться на памяти и помнить о Боге и не двигаться. Ну, можешь креститься, допустим, но двигать позвоночником и ногами не надо. Головой тоже вот так мотать не надо. Ну, можешь куда-то посмотреть, ничего страшного. Можешь перекреститься, ничего страшного. Но если ты шатаешься, это не статик. По стойке смирно надо сказать или по стойке вольной? По стойке смирно. То есть, надо как бы позвоночник на плечи выпрямить? Нет, ну, просто прямо, да. Прямо просто, да. Ну, не напрягая очень меня. Не напрягая, да. Если вы идете или бежите с напряжением, форсируйте себя. Это не чистка. Чистка это всегда спокойно, радостно. Есть бег с ускорениями, это не чистка. Есть бег в горку, это не чистка. Чистка это, когда ты спокойно бежишь по ровной местности. Это чистка. Неподвижное положение тела тоже спокойно, без всякого напряга. Не надо вот эту делать, как его, позу дерева. Ну, поза дерева, знаете, в ушу такой, ноги растаял. Это не надо. Это тоже чистка, но она такая форсированная и не очень хорошая для здоровья. Лучше спокойно все делать, без напряга. Йога это не статика. Ты каждое упражнение делаешь по 2 минуты, это не статика. Она не поможет тебе для того, чтобы продлить жизнь. Когда я пробежал первый раз на 5 слоев, я начал, я могу чувствовать, сколько я проживу. И когда я буду стареть. Вот у меня 65 лет, это начинается активное старение в организме. 65 лет у меня. Всех по-разному. Когда я пробегаю 17 километров в своем темпе, то у меня активное старение уходит на 86 лет. То есть до 8-60 лет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, то есть, другими словами, что происходит? Если человек эти аскезы совершает, то он может, ну, допустим, с 86, там, допустим, за 2 года раз и помер. Ну, то есть, не париться. Ну, то есть, старение быстро проходит, раз и помер. Спокойненько. Понятно? Ну, то есть, живешь счастливо до 8-6 лет, потом раз, быстренько помер, отстрелялся и все. Ну, если перестал аскезы совершать. А если аскез дальше делаешь, быстро не помрешь, будешь постепенно помирать. Ну, ладно, в общем, это ваше. Вы сами посмотрите, как вам лучше. Спасибо. 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 Спасибо.